Здравствуйте, я Маруся Загорская, это программа «Честное слово». Сегодня обсудим, почему губернатор больше не главный цензор Алтайского театра и почему режиссер, которого называют одним из самых глубоких, ставит свои спектакли в обычной ученической аудитории. Михаил Тумашов. Продолжительность жизни хорошего театра — это четыре года. Построил, распустил. Такая вот привычка. Ну а цензура вообще существует? Какие-то вещи меня попросили убрать из сценария. Они слишком остро звучали, а я убрал, но я запомнил. Люди ходят в театры и не находят там правды. Публика дура, ну в хорошем смысле этого слова. То есть она, куда ты ее поведешь, туда она и пойдет. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с вопроса, который я всем задаю. На какие темы вы не готовы честно говорить? Я готов говорить на любые темы. Честно? Да. Ну тогда начнем, наверное, там с простого. Вот на каком спектакле вы в последний раз были в Барнауле? Ой, в Барнауле как раз я был последний раз на спектакле «Зойкина квартира», мне кажется. Ну это сколько? Наверное, больше двух лет назад? Наверное. А почему два года не ходили? Ну, потому что приходится много делать своих спектаклей. У режиссеров есть такая придурь – делать свои спектакли и смотреть свои спектакли. Это одна причина. А потому я же давно уже живу и давно знаю наши театры и много чего видел в наших театрах. Еще с прошлого тысячелетия репертуар некоторые знакомы. Вы ничего нового от других театров не ждете, поэтому не ходите. Конечно, каждый раз есть надежда на какое-то восхищение, удивление, потрясение и так далее, и так далее. Но не всегда спектакли в театре, они, ну, как бы со мной разговаривают. Спектакли, которые со мной разговаривают, мне интересны. А которые идут сами по себе, и такое бывает. Я сижу, идет спектакль на сцене, я сижу в зале, мне уютно, мне хорошо. Мне хорошо отдельно, спектакль там хорошо отдельно, а вот мы как-то отдельно, а вместе не получается. То есть диалога не выходит? Нет, не получается. Ну вот в местной тусовке культурной вас называют одним из самых глубоких режиссеров Алтая, но при этом вы не работаете ни на одной такой официальной большой площадке. Вот чем вы сейчас в основном занимаетесь? Всю жизнь я занимаюсь созданием театра. У меня есть такая игра. Я набираю студентов, набираю курс актеров, и 4 года, или как раньше было 5 лет, ну 4 года, сейчас они учатся. Вот я за 4 года из этих ребят создаю актеров, мы создаем спектакли, мы показываем их для зрителя. Через 4 года театр заканчивает свое существование. Потом набирается заново, опять в строительство театра, построил, распустил. Такая вот привычка. Ой, ну жалко, жалко, наверное. Жалко. Жалко было когда-то. Жалко было когда-то и очень сильно. Сейчас просто как-то уже стабилизировалась для меня эта ситуация. Тем более, что не знаю, откуда я взял эту статистику, но вообще известно, что театр, продолжительность жизни хорошего театра это 4 года. Тогда вернемся к вопросу, а почему на больших площадках не работаете? Ну, потому что на больших площадках вообще театр это сложная, сложная, сложная конструкция, сложное явление, где собирается очень большое количество амбициозных людей, актеров, режиссеров и так далее, и так далее. Это очень сложные люди, как правило. Неспроста Станиславский выдумал и разработал так называемую этику, театральную этику, которая позволяет, там, соблюдая определенные законы, ну, делать здоровой творческую атмосферу, и чтобы театр жил. В театре очень сложно создавать такую здоровую атмосферу. Вообще неспроста, как я уже говорил до этого. Режиссеры сейчас не любят это хлопотливое занятие, как руководство театром. Они любят ездить, ставить спектакли. Почему я не ставлю? Я ставил, делал спектакли в профессиональном театре. Использую слова Камы Гинкаса, это Товстоноговец, давно-давно, он сейчас тоже дедушка, ученик Товстоногова. Так вот, у него, по-моему, фраза. Ему спросили, почему вы в России меньше ставите, чем за рубежом? Он сказал потрясающую штуку. Он говорит, у меня такое ощущение, что когда я ставлю спектакль, то спектакль нужен только мне. Хотя меня пригласили, мне оплачивают, там, и проживание, и гонорар, и так далее, и так далее. Странная какая-то ситуация. Я не Камы Гинкас, но абсолютно с ним согласен. Поэтому мы идеалисты, и на 4 года идеализма с молодыми ребятами растущими стараемся растянуть этот идеализм. Когда он заканчивается, то есть мы пытаемся жить и работать по-настоящему, по-честному, ну, по большому счету, что ли. Я знаю, что, ну, долгое время вы все-таки вот на краевом уровне участвовали в такой авантюре под названием «Шикшинские чтения», вот. А потом перестали участвовать. Почему? С одной стороны, вот есть два момента, почему. С одной стороны, я уже много делал, и я высказался на эту тему. Там просто и еще один момент был, когда я делал одну из программ, одел я по запискам Шукшина, то есть его изречения такие коротенькие, как «Угнетай себя до гения», ну и так далее, и так далее. Какие-то вещи меня попросили убрать из сценария. Они слишком остро звучали, и могла обидеться, кто там, какая-то часть власти, может быть, я не знаю, меня попросили убрать. И мне это очень не понравилось. У нас театр и на Алтае, и в России, он вообще политизирован? Мне кажется, это вообще опасная территория, политизация. Господь его знает. Вот были времена, когда действительно театр был политизирован, и много было запретов, и много было нельзя. И театр изобрел, и вообще в искусстве изобрели такой потрясающий образный язык, все равно говорили, что хотели, как хотели и сколько хотели. Сейчас, когда, наоборот, с одной стороны, можно все, но не все можно, то, что касается власти, наверное, политики. Не знаю, сейчас, мне кажется, боятся этой темы и стараются ее не касаться. Но куснуть потихоньку, наверное, пытаются. А цензура вообще существует? Ну, тоже, в общем-то, вопрос такой простой. Ну, вот если попросили что-то убрать, ну, как бы, значит, получается, что да. Да, я убрал, но я запомнил. А я не прощаю. Если я что-то делаю, я делаю так, как считаю нужным. Если ко мне есть доверие, мне пригласили, значит, нужно делать. Поэтому для меня вот момент запрета со стороны совершенно неприемлем. А то, что касается цензуры, она внутри меня, как внутри, наверное, каждого художника. В Куларах очень многие театральные деятели местные пеняли на то, что театр на Алтае не развивается из-за того, что есть вкусовщина одного конкретного человека. Это был предыдущий губернатор Александр Карлин. Мол, он лез в репертуар и буквально там бусы актрисам подбирал. Но вот уже полтора года, как Александр Богданович счастливо живет в Москве, а театр на Алтае почему-то за эти полтора года не стартанул, не рванул и счастливо не зажил. Вот поэтому и вопрос. Как бы действительно ли какое-то влияние власти мешает или нет? Я не знаю. Скорее всего, театры это выдумывают, они сами себе мешают. Я никогда не чувствовал, ну за исключением вот той, что я сказал, что-то там мне где-то запретили. Я считаю, что нужно быть и можно быть свободным абсолютно, а не пенять на Александра Богдановича, либо на другого товарища, нынешнего губернатора. Я думаю, что это внутри причины, это все выдумки. Потому что вот мы делаем, но никто нас никак не наказал, а мы тоже публично играем свои спектакли. И репертуар достаточно большой у нас получается, то, чего мы играем. И играем без всякой цензуры. Ну у вас есть то, за что можно получить поносу? Да я не знаю. Ну нет, это... Вот была такая история, но она давняя, еще в советские времена была, сделал я спектакль по Грибоедову «Горе от ума» был спектакль. Ну был такой дурдом, я не знаю, были программки. На программке я взял выдержку из монолога Чацкого. Там, где укажите нам отечество, отцы, которых мы должны принять за образцы. Не эти ли грабительством богаты, защиту от судьбы в друзьях нашли в родстве и так далее, и так далее. Но там же был дурдом. Мне сказали, убери, убери эти. И на первый спектакль отрывали одну половинку. Правда, на второй спектакль уже сказали, ладно, пускай будет. Сами себя боятся, тени свои боятся, мне кажется. Тогда объясните обывателям, мне в том числе, за что господин Серебренников попал в опалу. Сейчас, наверное, такой символ культуры, придавленный не властями, но силовиками. Я совершенно в этой истории не ориентируюсь. Там не живу, ничего об этом не знаю. Говорят, разное. Я могу принять на веру чьи-то слова, чью-то позицию, но не могу выразить свою. Я не знаю, что там и в чем дело. Поэтому на данный вопрос ответить не могу. Ну тогда объясните нам всем, главная функция театра. Мы вот по этому поводу немного поспорили, зачем он нужен. Да, театр он нужен. Театр нужен разный, очень разнообразный. И видов, жанров театров очень много. Он, господь, как говорится, судья, он и развлекательный может быть, он может быть и интеллектуальным и так далее, и так далее. Он может быть разным. Если говорить о том, какой мне интересен театр, мне развлекательный театр не интересен. И никакими ни концертами, ни спектаклями мы со своим коллективом никогда не ставим себе целью развлекать. А вот увлекать какими-то интересными мыслями, какими-то интересными размышлениями, это да, это про нас. Поэтому мне больше интересен, так скажем, банально умный театр. Хотя, может быть, и глупый театр. Постановка в умном театре, как вы, как режиссер, понимаете, она состоялась. Да, вот это получилось, и это хорошо. Это очень просто понимается. Это когда идет спектакль на зрителя, то это понятно, что получилось. Единственное, что для этого самому нужно присутствовать в это время на спектакле. Это легко ощущается. Зритель понимает спектакль, реагирует на спектакль, принимает или не принимает какие-то вещи. Но он на это время, там полтора-два-три часа, он живет этим. И ему этой жизнью, ну как бы насладиться, доставляет удовольствие. Это понятно. Как объяснить, не знаю. А было такое, что вам показалось, или вы были уверены, что спектакль просто потрясающий, а зритель не отреагировал? Ну, конечно, бывает такое. Но спектакль случается только тогда, когда присутствует зритель. Потому что когда спектакль делается на репетициях и для себя, конечно, он может казаться потрясающим. Но каково по-настоящему это показывает зритель. А согласен ли я, да, вот в вопросе с тем, что зритель, допустим, интересный спектакль, а зритель не реагирует? Все-таки мне кажется, если спектакль идет по-настоящему, зритель всегда будет реагировать. Я был свидетелем, когда смотрел спектакль «Некрошуса», маленькие трагедии Пушкина в Пскове, с простыми зрителями. Мне было потрясающе интересно, потому что зрители, ну ладно, я понимаю, что там «Некрошус» сделал и как это происходит, но зрители-то тоже реагировали. И то, как зритель в моих глазах стал интеллектуальным за счет спектакля, это здорово. Либо на другом спектакле. Идет спектакль, где спектакль делает дураком зрителя, то есть на низком каком-то интеллектуальном уровне сделан. И зритель, как говорил один товарищ, публика дура, ну в хорошем смысле этого слова. То есть она, куда ты ее поведешь, туда она и пойдет. Как этой публике подготовиться? Или что? Как ей открыться, чтобы вот как раз до этого уровня дойти, дотянуться? Да тут ничего сделать невозможно. Публика, определенное количество людей, даже это не помню. То ли Петр Наумович Фоменко говорил, не помню. Может быть, кто-то другой из величайших режиссеров. Какое-то количество зрителей должно уйти? Как вы считаете, на какой почве вообще культура прорастает? Ой, как? На какой почве? Ну чего вот не хватает, допустим, на Алтае, чтобы у нас появились разнообразные, классные, реальные, интересные, интеллектуальные? Не хватает, не хватает, тоже я за свое буду говорить, за театр. Не хватает большого количества театров. Это совершенно странная история. У нас Институт культуры, и назывался Институт культуры и искусств по-разному, назывались мы. Существует уже почти 45 лет, почти полвека. Почему странно, в городе Варнауле нет 15, 20, 30 театров? Вот что странно. Вот в чем, как будет просвещаться человек. Был такой период, у нас была своя площадка в Ленинском районе, было здание, мы с ребятами где-то года, да, два просуществовали. Первый год, когда мы играли свои спектакли, к нам шли зрители, которые зачастую вообще никогда не ходили в театр. В принципе, потому что дальний район, театры же в центре все, они не ходили. Они пошли к нам, походили к нам, потом пошли для сравнения, в драму сходили, там, в молодежный театр и так далее, и так далее. Поэтому с появлением каждого нового театрального коллектива и просвещения, с этим все нормально. И количество зрителей театральных увеличивается. А у нас замечательные мои профессиональные коллеги из театров считают, что когда возникают коллективы, они у них отнимают зрителя. Это бред просто-напросто. Они у них отнимают не зрителя, а деньги. Ну да, зрители и деньги. А я... Потому что эти люди, которые вот прошли через наши спектакли, они потом стали театралами. То есть мы-то исчезли, а театры получают деньги до сих пор. И никакой компенсации нам за это нет. Ну а как формируется репертуар театра? Вот почему все так однообразно? Оно может не пересекаться и быть только в единственном случае. Если во главе театра стоит главная фигура, это главный режиссер. То есть режиссер, который определяет репертуар, определяет лицо театра. Это должна быть интересная личность, которая есть что сказать. И такой человек может формировать театр, не только репертуар. Он театр должен формировать со своей эстетикой, со своими какими-то особенными выразительными средствами и так далее. А у нас в основном театрами руководят не режиссеры. Да режиссеры, по-моему, такое ощущение, что им неинтересно нынче руководить театрами. Я, допустим, просто, когда формирую репертуар, вот я неспроста якнул «Я». Потому что это важная буква вообще в алфавите. Я отвечаю за все. Отвечаю за репертуар. У меня есть определенный уже сложившийся вкус, я не знаю, всей моей жизнью предыдущий, сформированный. И в этом смысле, да, и там вкусовщина, да, вы, по-моему, говорили. В моем случае мы тоже можем назвать вкусовщина. Но только я за свою вкусовщину уже отвечаю своим именем и так далее. Ну где такого режиссера-то взять? Он же сам не вылупится из яйца, его нужно тоже как-то вырастить. Его должно вырастить общество, его должны запросы вырастить. Вот откуда такой режиссер берется? Его нужно обвести. Я вам говорил, был период здесь когда-то, в 70-е годы, театр Гимильфарба, то есть театр кукол. Был такой режиссер Гимильфарб. Вот имя появилось, репертуар появился, театр появился. От этого зависит. А если не заинтересованы в этих именах, я не знаю, эта проблема, слава богу, не моя, откуда брать этих режиссеров. Вот у меня ей-богу нет проблемы, откуда мне брать режиссеров, мне самого себя хватает. И моих учеников, которых выпускаю. Поэтому я не знаю, откуда брать этих режиссеров. Но брать их надо, ситуацию бы менять надо. Отвечать художник должен за художественную часть театра. Но тут я наткнулась на такую интересную штуку. Называется средний балл проходной в институтах. Я вообще очень сильно удивилась и даже расстроилась тому, что средний балл в институт культуры, ну как бы по сравнению с другими институтами, он немножко как бы проигрывает. Вот это какое-то отражение средней температуры интеллектуального уровня вообще человека, который в институт культуры идет? Или это ну вот просто так, как-то так вот сложилось? Ну это уже не новость, это творческие люди. Такое бывало и в актерской профессии, которые иногда и грамоте не очень умели, как говорится ранешним языком, говоря. А как профессионалы, как актеры были интересны и потрясающи. Марк Бернес, известный русский певец и актер, музыкальной грамоты не знал. И это скрывал. Был певцом популярным и так далее. Поэтому то, что касается балл по ЕГЭ, хотя, конечно же, отчасти это и обидная вещь. Понятно, что хотелось бы, что такие вещи, как русский язык, литература, для людей, которые потом будут связаны с литературой и со словом, конечно, желательно, чтобы он был больше язык. Но это показатель не только по институту, это и по стране. Вообще грамотно писать и говорить почти никто не может. Но не могут. Если уж говорить там про пунктуацию, про знаки припинания, то тут вообще то, что свет. Всегда казалось, что институт культуры, ты знаешь, как вот эти вот фильмы старые, ты знаешь, как будто бы вот такая Фросия Бурлакова, возьмите меня, пожалуйста, я такая немножко ха-ха-ха, возьмите меня в актрисы. Вот, а действительно человек, который идет становиться актером драматическим, он какой? Ну, во-первых, конечно же, у него должны быть необходимые природные задатки и способности по этой части. Во-вторых, это должна быть очень сильная личность, это должна быть интересная, сильная личность, интересный характер. Этот человек должен уметь много, упорно, терпеливо трудиться, пахать бесконечно. А в чем паха-то, кстати, актера? Ну, просто со стороны кажется, что вообще работа классная. Пошел, значит, ты снялся в фильме, потом получил много денег, тебя любят девчонки, и все узнают на улицах. А в чем сложность актерской работы? Сложность в человеке и его теле. Это очень прозаические вещи, потому что люди приходят совершенно не разработанными телами, поэтому много занимаются пластикой, занимаются дикцией, речью. Это покатай, исправлением дефектов, недостатков, танец, мизансцены. Это очень физически тяжелая вещь, поэтому, когда поступает, в основном говорю по поводу здоровья. Самое главное даже вот сейчас, чего не хватает молодому покорению, там не только вот эта какая-то неграмотность, там и геги и так далее, но и то, что здоровье, это тоже ужасно. То есть я смотрю, как с каждым поколением вот это вот здоровье, оно все слабее становится, все хилее становится. Есть мнение, что театр, ну, в принципе, и на Алтае, и вообще в России не очень быстро развивается, в том числе и потому, что зрителю это не нужно. Вы как режиссер как считаете, должен режиссер ориентироваться на то, что хочет видеть зритель, или на то, что готов зритель видеть, или нет? Ну вот, любые вопросы и ответы, они как бы нельзя однозначно отвечать, потому что это упрощает ситуацию. С одной стороны, режиссер, конечно же, всегда должен чувствовать время, чувствовать сегодняшнего человека, сегодняшнего зрителя, ощущать, как вы говорите, и запрос времени, и запрос зрителя, но в то же время и другая сторона должна быть. Он должен, ну, как бы тащить за собой зрителя, подымать, просвещать и так далее, и так далее, не только развлекать. Потому что если только попадать в конъюнктуру и угождать, чего хочет зритель, то мало ли чего хочет зритель. Он может вообще, я не знаю, там, как в Валле, да? Хочет есть. И фильм, да, хочет есть и так далее. Его отрывать нужно от дивана, от этого прозябания, что ли. Его нужно делать активным. Когда, но это тоже известно, когда общество очень такое упитанное, жирное и так далее, его нужно терзать, его нужно там... Ему театр жестокости подойдет, я не знаю, для того, чтобы... Наоборот, когда плохо и нехорошо, театр может что-то дать позитивное зрителю. Это сложная такая вот история сосуществования театра и зрителей. И, кстати говоря, по поводу записи, вот вы говорили там, и английский театр можно посмотреть и так далее, и я совершенно негативно отношусь к любой записи. Спектакль по записи не посмотришь. Ну, не посмотришь. Я знаю свои спектакли, не только свои. Я, допустим, знаю спектакли там, ну, Фельдштиинского там или Додина. Я знаю, как он идет живьем и как идет в записи или уникрошуса. Это настолько, это вот, ну, сколько там, 5-10 процентов спектаклей. Ну, а что делать барнаульцам, которые хотят смотреть классные, крутые постановки, но они не могут выехать куда-то? Вот какие альтернативы? Что? Альтернатива простая. Нужно помогать вот тем людям, которые возникают сейчас уже. Кто вот Сергей Лебедев, да? Нужно Сергею Лебедеву помогать. Кто там, Костя Иванченко, да? Косте Иванченко нужно помогать. Еще какие-то. Им нужно помогать. То есть ходить на спектакли таких студий, да? Ходить на... Ну, это странно. Что значит, как можно зрителю приказать ходить на спектакли? Помогать власти районной, городской, краевой. У вас есть пьеса «Мечта», которая вот вы как единорог хотели бы поставить? Пьеса «Мечта»? У меня она не одна. У меня их много, и я их ставлю. Я счастливый человек. Ставлю то, что хочу. А так, чтобы одна, ну не бывает, как сказать, какой твой цвет любимый? Ни один. Какая там, ни одна. Какая пьеса? Ни одна, их много. И «Горе от ума», и «Маленькие трагедии Пушкина», и «Дядя Ваня Чихова», и так далее, и так далее, и так далее. А что-то из новой, современной литературы, что-то вас так зацепило, чтобы вы захотели это поставить? Ну, вот я, например, знаю, что там Пелевин в моде. Нынче есть интересные, например, авторы современные, которые, мне кажется, неплохо могли бы выглядеть, в том числе и на театральной сцене. Да, наверное. Просто литературы много, и классическая, поэтому век один, он короток, мне этого хватает, но то, что все ставят, я как раз вот этого не делаю. Я не против современной, и она будет у нас. Ну, классику тоже жалко. Кто же за нее будет? Слишком много хорошего, чтобы от чего-то отказываться, да? Да. Вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо. В чем причина такого бума вообще любительских театров сейчас? вообще в Барнауле и в России? Потому что я так поняла, что вообще это не только у нас в городе, это такой прям тренд, тренд. Тут тоже множество аспектов. С одной стороны, там вот когда всю как бы самодеятельность убрали, как таковую, да, заводы отказались содержать, там это все разрушили. Во-первых, на это есть запрос, в принципе, по творческой природе человека. В принципе, на это есть запрос. С другой стороны, есть и момент вот хождения по театрам, да, люди ходят в театры и не находят там правды, не находят там чего-то иском и так далее. И поэтому возникает потребность это создать самому. Когда я хожу там, этого не вижу там, то думаю, да, я попробую это сделать сам. Потому что сейчас самый главный запрос, это запрос на правду. Главным образом, и не только в театре, везде, в средствах информации. Правды не хватает, и в интернете правды не хватает. Ее так мало. Столько фальши, столько пены, столько вранья, столько наигрыша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова